В то время учили, что офицер, белая кость, голубая кровь, лучшие люди страны. А тут я вижу, как мы на десятые сутки выводим из запоя. Я был имперцем, пошел как бы сам добровольно, в то время, когда шла Первая Членская война, на срочную службу. Есть ли гарантии, что вы не агент под прикрытием? Как говорится, гарантий никогда нету, да? Я офицер ГРУ, который служил в российской армии. До получения офицерского достичь времени у меня был военный билет. Мне его оставили на память, потому что слишком он как бы был такой, этот, необычный. А почему необычный? Ну, потому что финал я снайпером, потом курсант, разведчик, старший стрелок, снова курсант, потом еще раз курсант. Звания, награды, ну и там список оружия. Все стрелковое оружие, которое стоит на вооружении российской армии, я как бы владею и умею. Эти парни, в принципе, не понимали, за что они погибают. Радость, что они не дошли сюда, что мы сейчас свободно стоим и, в принципе, видим здесь прекрасный цветущий город и в то же время жалость, да. Ну, а теперь вы готовы стрелять фактически своих же сограждан? Я уже был готов стрелять давным-давно. Я уже когда находился в России, мне было тяжело смотреть, что, ну, просто людей сбивают, людей сажают. У меня было, что вот, ну, желание, ну, неужели мы не можем собраться и дать отпор этой, как бы, шушере? Сразу после учебы в военной академии вы пошли на Вторую Чеченскую войну, причем пошли на стороне России. Да. У меня было внутреннее убеждение, что я должен заниматься таким достойным делом, родину защищать. Но ваша родина – это же республика Саха. Ну, я же говорил, я был имперцем, пошел, как бы, сам добровольно, в то время, когда шла Первая Чеченская война, на срочную службу. Отслужив там, я дальше пошел учиться в Московское высшее войсковое командное училище. Перевелся в военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Деда учился до четвертого курса. Во мне всегда было сильное желание стать не пиджаком, который из кадрового, ну, из гражданского вуза, а именно военным офицером, закончившийся военное учебное заведение. То я решил, что мое место в Чечне. Эта война тоже меня немножко отрезвила, что, да, я был под этой пропагандой, что думал, там реально бандиты. Но я видел простых людей и видел, как бы, за что они воюют. Война за свободу, война народа.